Ультразвук остается актуальным, остается эффективным. То есть вы обнаружили какое-то образование, и вам нужно понять, это зло или не зло. Мы можем посмотреть достаточно большое количество органов и оценить функциональное состояние. А вот что такое Fusion BFC? Только нервируйте своими вот этими модными штучками. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». Я, как всегда, к вам с просьбой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Сегодня мы поговорим о возможностях УЗИ при диагностике онкологических заболеваний. Расскажем вам о биопсии под УЗИ навигации. Что можно увидеть на УЗИ при обследовании онкопациентов? Что такое эластография? Кому она показана? И расскажем про Fusion BFC. Гость нашей студии, кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики в МИД с онкологией имени Петрова, Кадырлей Роман Андреевич. Роман Андреевич, тема сегодняшнего нашего разговора – это УЗИ-обследование при онкологических заболеваниях. УЗИ-диагностика. Огромное количество всяких методов исследования, и в то же время УЗИ-диагностика является актуальным методом исследования. Что можно посмотреть с помощью этого метода исследования? Прежде всего я бы хотел, наверное, начать с того, что ультразвук был открыт достаточно давно. Это было положено начало ультразвуку, он был открыт итальянским ученым, и с тех пор он появился как некая физическая материя. Однако в медицину он пришел гораздо позже, то есть спустя больше чем 150 лет, в 1950-х годах в США ученые открыли и изобрели первый ультразвуковой аппарат, который был очень неудобен, потому как представлял из себя огромный резервуар, наполненный жидкостью, в который погружался пациент, и вокруг этого пациента работал сканер. Этот пациент очень долго находился в этом резервуаре, и таким образом были получены первые ультразвуковые снимки органов брюшной полости. Но обратите внимание на то, что спустя 70 лет, насколько продвинулась техника и насколько продвинулись технологии. Сегодня у нас большое количество переносных датчиков, и мы пользуемся ультразвуком в рутинной практике, и пользуемся им каждый день. Сегодня в онкологической практике без ультразвука, скорее всего, нельзя, потому что, несмотря на наличие таких на сегодняшний день значимых и важных, скажем так, рентгенологических методов, таких как компьютерная томография, магниторезонансная томография, ультразвук остается актуальным, остается эффективным, и благодаря ультразвуку мы можем посмотреть достаточно большое количество органов и оценить функциональное состояние, и оценить наличие тех или иных образований. К сожалению, у ультразвука есть ограничения. То есть мы не можем оценивать те или иные изменения, связанные с воздушной средой, и мы ограничены костной тканью. Воздушная среда что это? То есть есть некоторые изменения, которые мы можем оценивать в грудной полости. То есть мы можем посмотреть, и мы можем, слегка абстрагируясь, отходя в сторону от онкологической практики, мы можем заглянуть и сделать эхо. Мы можем посмотреть и оценить наличие гидроторокса, то есть жидкости в плевральных полостях. Но непосредственно оценить легкие и легочную структуру для ультразвука на сегодняшний день, ну, скажем так, он очень малоэффективен. И кишечник, наверное, там тоже. Кишечник зачастую экранирует, особенно когда он заполнен газом. Что такое экранирует? Экранирует это когда ультразвук отражается от воздуха и от газа. И, соответственно, мы не получаем изображения, получаем картинку, когда ультразвук проходит и сразу же отражается от структур. То есть важно для ультразвука жидкая среда, правильно? Не совсем так. То есть жидкая и паранхематозная. То есть здесь мы говорим о наличии органа как такового. Мягкие ткани. Мягкие ткани, паранхематозные органы, будь то органы брюшной полости, печень, селезенка, поджелудочная железа. То есть большинство паранхематозных органов мы можем оценить, и мы их оцениваем. Поверхностные органы и структуры, мягкие ткани, молочные железы, наружные половые органы у мужчин, щитовидная железа. Это всё в доступе, и это всё является актуальным и эффективным с точки зрения оценки для ультразвуковой диагностики. Я тут недавно совсем узнала, что на приём к УЗИ-специалисту в случае онкологического заболевания надо приходить со снимками КТ и МРТ. Это для чего? Не всегда так. Это не совсем, скажем так, правда. С одной стороны, вы правы. Безусловно, когда пациент приходит к нам с какими-то данными, исходными данными, он в какой-то степени облегчает нам задачу с точки зрения поиска, с точки зрения диагностики, с точки зрения оценки в динамике тех или иных изменений. Но не у всех пациентов, особенно на первичном приёме, есть результаты КТ и МРТ, потому как вероятнее всего они либо будут их делать, либо они не делали их в принципе. И УЗИ является первым рубежом, первой оценочной структуры, первой такой значимой диагностической манипуляцией, которая стоит перед этим человеком, и он к нам приходит, как правило, без каких-либо данных. Это не является проблемой. Мы исследуем и описываем те изменения, которые мы видим. Но в случаях, когда мы сталкиваемся с какими-то ограничениями, сложностями или вопросами, мы рекомендуем либо пройти через специалиста профильного, либо отправляем на такие более значимые, весомые процедуры, такие как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Мою опухоль нашли вот именно на УЗИ исследовании. Сразу же врач посмотрел, опухоль сразу видно, вы сразу понимаете, что это опухоль, когда смотрите орган? В ряде случаев да. Да. Иногда нам хватает буквально опытному глазу и опытному специалисту, который долгие годы смотрит на онкологическую патологию или патологию онкопрофиля, ему хватает доли секунды для того, чтобы понять, что ему то или иное образование, скажем так, не симпатично. И он понимает, что, скорее всего, пациент столкнулся с заболеванием. Как это выглядит на самом мониторе опухоль в процессе исследования? Как это выглядит? Если мы говорим про доброкачественную опухоль, то данная опухоль привлекает внимание специалисты тем, что она растет очень аккуратно, скажем так. Она растет в горизонтальной проекции зачастую, она зачастую отодвигает ткани, не прорастая их. То есть она бережет внутренние органы, она бывает и растет достаточно интенсивно. Но, тем не менее, таких значимых критериев и характеристик, к которым мы относим, злокачественное образование, их нет. В то же время, когда мы сталкиваемся с условно, скажем так, некрасивыми образованиями, которые растут вертикально, которые прорастают органы и ткани, мягкие ткани, которые имеют некоторые специфические признаки, характерные исключительно для злокачественного образования, конечно же, мы с высокой долей вероятности можем высказываться о том, что мы столкнулись с проблемой. То есть это какие-то определенные формы, да? Вы видите определенную форму, вот, и потом вертикально и горизонтально это что? Горизонтально это вдоль туловища, а вертикально это поперек? Горизонтально это по отношению к срезу ультразвука. То есть ультразвук срезает ткани вдоль, в зависимости от того, как у нас поставлен датчик. И когда мы видим на экране некое образование, горизонтально расположенное, ну это, так скажем, очень такие банальные некоторые, в некотором роде величины, мы понимаем, что с какой-то степенью мы относим его в сторону доброкачественного образования. Но тут нужно понимать, что мы всегда оцениваем изменения и критерии в комплексе. Именно поэтому на сегодняшний день придумываются классификации. То есть это огромные научные труды, это огромное количество пациентов и еще большее количество образований, которые просматриваются, которые оцениваются различными специалистами для того, чтобы понять, какие критерии нам важны и на какие критерии мы должны опираться для того, чтобы четко говорить. Есть у нас проблема с точки зрения онкологического образования или ее нет. И на сегодняшний день это не просто вертикальное или горизонтальное образование, это целый комплекс критериев, по которым мы можем судить. В ряде ситуаций действительно нам достаточно поставить датчик и понять, что скорее всего нам не потребуется длительная манипуляция, нам не нужно будет включать доплеровские методики, нам не нужно будет включать эластографию. Здесь мы ставим датчик и понимаем, что да, это оно. Однако бывают случаи, и их немало, когда мы сталкиваемся со сложностями, потому как некоторое образование выглядит неоднозначно. И нам недостаточно базовых критериев для того, чтобы быть уверенными в том, что... и быть уверенными, и нести эту уверенность для врача-клинициста. Поэтому мы либо прибегаем к дополнительным манипуляциям, либо... Какие это дополнительные манипуляции? Здесь нужно понимать, о каких органах и о каких структурах мы говорим. Ну какие-то все равно, ну можно же перечислить. Если мы говорим о структурах, например, молочной железы, то... Биопсия. Момография. Момография? Момография и УЗИ. Дальше, когда мы понимаем, что нам не хватает этих данных, потому что бывают спорные ситуации здесь, мы можем прибегнуть к магнитно-резонансной томографии, которая на сегодняшний день также может быть использована для диагностической цели. Когда мы понимаем, что два метода или один из методов все-таки говорит нам о том, что у него есть вопросы к тому или иному образованию, мы вынуждены прибегнуть к взятию материала, а именно к биопсии. А мне сразу предложили биопсию без всяких. То есть увидели узелок и сразу кольнули. Да, это именно те ситуации, когда мы однозначно и мы уверены, нам не требуется обследование. Но, к большому сожалению, сложность онкологических процессов в том-то и заключается, что было бы все здорово и прекрасно, если бы нам хватало ультразвукового исследования, трех секунд, чтобы поставить датчик, сказать да или нет. Но зачастую, ввиду того, что многообразие онкологических процессов, оно велико, клеточные структуры ведут себя по-разному, мы не всегда можем быть стопроцентно уверены в тех или иных изменениях. И именно поэтому у нас существует большой спектр, именно поэтому мы пользуемся именно мультимодальным подходом, когда мы не ограничиваемся подходом только ультразвукового исследования, когда мы подходим комплексно к органу для того, чтобы провести качественную диагностику. И только после этого, если мы уверены, мы отправляем пациента на окончательную манипуляцию в виде взятия материала и биопсии. Вот про биопсию. В каких случаях, ведь биопсия разная бывает, вы в любом случае, вот если увидели что-то, можете предложить, если вы уверены, как вот вы сказали. А вообще в каких случаях берется биопсия под УЗИ навигации? На сегодняшний день биопсия вслепую, так скажем, не берется практически никогда. То есть это уже манипуляция, которая осталась далеко позади, и любая интервенционная манипуляция, то есть манипуляция взятия материала, должна проводиться под визуальным контролем. Зачастую этот визуальный контроль позволяет нам достигнуть именно ультразвука. В тех ситуациях, когда мы должны взять биопсию, но у нас не получается визуализировать тот или иной очаг, мы опять же возвращаемся к другим методам исследования, берем биопсию под КТ-контролем. Это какие такие очаги, чтобы под КТ-контролем? Очаги в костях, например. То есть это мы возвращаемся к тем сложностям и ограничениям метода, когда мы просто банально не можем предоставить хирургу или врачу интервенционной диагностики корректную визуализацию раз, и путь иглы до очага, чтобы он был уверен, что он не заденет жизненно важные органы и структуры для того, чтобы не получить осложнение. Вот получается. Знаете, у меня такая история была, мне брали два или три раза биопсию и так и не смогли взять. То есть в ткани, которые были получены, не было раковых клеток. А вот первый раз, когда на УЗИ мне сделали шприцом, попали в этот узел, вот как раз под УЗИ, и там были клетки атипичные. А биопсию брали без УЗИ. То есть это и есть вот из-за того, что не было УЗИ, поэтому не смогли взять. И делали, получается, наугад. Очень вероятно. Сейчас такое вообще не делают, правильно? Сейчас стараются не практиковать такой подход. Почему? Потому что одно дело, когда у нас, допустим, поверхностные структуры, и мы должны взять биопсию с пониманием того, что мы не заденем никакие крупные сосуды, не перфорируем внутренние органы. То есть мы понимаем, что риски минимальны. В ситуациях, когда мы ограничены, и у нас нет ничего под рукой, безусловно, хирург наверняка возьмет на себя ответственность и возьмет биопсию без какого-то визуального контроля. Зачем это делать, если можно под визуальным контролем? Ведь УЗИ-аппарат – это не какое-то редкое оборудование. Тут я с вами соглашусь. А почему тогда? С какого момента это стало нормой? Это стало обязательным процессом? В вашем случае вы не берете биопсию без контроля? Лично я не беру биопсию в принципе. Нет, я просто МИЦ Петрова. В МИЦ Петрова у нас есть целое отделение интервенционной диагностики. У нас есть хирурги, которые занимаются именно взятием биопсии, пункциями. То есть все это делается у них в кабинетах, стоят УЗИ-аппараты, и они делают все только под визуальным контролем. И если они не достигают удобной для себя визуализации, они не рискуют и не идут на эту биопсию. Они отправляют на биопсию под другим методом визуализации. Но визуализация обязательно есть? Обязательно. А вот с какого момента эта визуализация начала применяться? С какого года? Мне сложно назвать вам год, однозначно, когда это... Но как только УЗИ стал рутинным методом, и как только УЗИ-аппаратура стала быть частым явлением в многопрофильных клиниках и центрах, в этих ситуациях, конечно же, хирурги стали пользоваться этой достаточно удобной диагностической методикой для того, чтобы визуализировать и тем самым достигать более высокой эффективности забора материала и не получать ложные результаты. Ведь именно к этому мы стремимся. Ну да. То есть задача... Мы понимаем, что взятие биопсии – это достаточно сложная процедура, а это достаточно тяжелая процедура для организма. Для этого будет требоваться определенный период восстановления. Это может сопровождаться определенными осложнениями. Об этом тоже не нужно забывать. Но ведь врачи об этом знают. Знают. Странно тогда, почему же меня сделали бесконтрольно и не смогли так взять. Я пошла на операцию без биопсии, без иммунгистохимии. Это мне повезло, что у меня алюминальный. Но мне сложно объяснить, почему произошло именно так. Да это понятно. Да, я предположу, что на то были какие-то причины, потому что если на то не было никаких причин, то это действительно странно. Поэтому какие-то причины в теории, я предполагаю, что должны были быть. Но какие мы с вами сейчас ретроспективно, к сожалению, дали. Ну, конечно. В 15-й год это уже должны... В принципе, это все вполне должно было. Должно было. В досягаемости, в допустимости. То есть, ну ладно, что... Мне вот прям интересно даже зрителям хочу задать вопрос, как у вас брали биопсию? Под контролем УЗИ или нет? Да, интересно вообще посмотреть. Ну, я очень надеюсь, что большая часть ваших зрителей скажет, что это все-таки было под контролем. Мне тоже хочется это слышать. Есть такой термин эластография. Я вообще не знаю. Я его тоже когда готовилась, только впервые узнал про этот метод. Это УЗИ тоже. Что это такое? Это одна из методик, которая находится внутри экспертного уровня ультразвуковых сканеров. Суть методики заключается в том, что мы оцениваем жесткость или эластичность ткани. На сегодняшний день мы считаем, что злокачественная опухоль является малоэластичной. То есть она достаточно жесткая по своей природе и по своей структуре. В момент, когда зарождалась эластография, у нас была возможность определять данную методику полуколичественно или, скорее, качественно. То есть в чем суть методики? Проводится небольшая компрессия, если мы говорим о поверхностных органах. И за счет этой компрессии внутри аппарата происходит анализ данных. И эти данные отображаются в виде цветовой картинки на экране. Эти цветовые картинки дают нам понимание, какие структуры эластичны, а какие неэластичны. Безусловно, мы не применяем эластографию просто на орган. То есть вот у нас есть молочная железа, гипотетически. Мы понимаем, что в ней нет никаких очагов, которым мы были бы заинтересованы как в очаге вопроса. И здесь мы не будем проводить эластографию, чтобы понять, насколько эластична или неэластична молочная железа как таковая. Нам нужен очаг, и этот очаг мы проводим исследование именно с этим очагом. Поэтому достаточно большое заблуждение среди пациентов. Был в определенный момент пик вот этой вот эластографии. И все пациенты приходили и до сих пор приходят и говорят, мне нужно УЗИ с эластографией. Обязательно с эластографией. И да, действительно, когда они приходили и говорили так года три назад, в этом был огромный смысл. Потому что не на всех аппаратах на тот момент была эластография. На сегодняшний день эластография распространилась достаточно широко. Эластография есть, по крайней мере, в нашем центре на всех аппаратах. И я предполагаю, что в крупных клиниках, в больших центрах она есть везде. Тем не менее, пациенты продолжают просить эластографию. Но они не делают скидку на то, что эластография нужна нам именно в тот момент, когда мы сталкиваемся с очагом. То есть приходят пациенты и говорят, мне обязательно УЗИ с эластографией. Потому что они заходят в интернет, они читают про эту эластографию, они понимают, что это какая-то новая технология. И они хотят эту технологию. Но мы не находим у них никаких очагов. И здесь уже в процессе диалога с пациентом мы приходим к пониманию того, что эластография – это не метод КТ без контраста и КТ с контрастом. Это именно дополнительная методика, которая нам нужна в тех случаях, когда мы сталкиваемся именно с зоной вопроса или с очагом. То есть вы обнаружили какое-то образование, и вам нужно понять, это зло или не зло. Правильно? Да, в данной ситуации. Зло – это если плотность другая, вот это вот эластичность или как это? Когда мы говорим здесь о параметре эластичности или параметре жесткости. Да, вот эластичность и жесткость – это не плотность. И здесь речь будет идти о том, что злокачественное образование на сегодняшний день, как правило, жесткое. Ну да, вы уже сказали. И здесь есть две эластографии. Одна из них качественную несет информацию, когда вот мы в картинке, в цветовых гаммах получаем информацию о том, насколько оно жесткое. И полуколичественным методом можем определить, насколько оно жесткое по отношению к окружающей ткани. То есть мы сравниваем его с непосредственной жировой клетчаткой или мышечной тканью, которая лежит рядом. То есть нам обязательно нужно вывести помимо самого очага рядом здоровую ткань. Также с продвижением эластографии вперед появилась и количественная оценка. На это нам дает эластография с двиговой волной. Это немного другая методика, суть которой заключается в том, что мы не сравниваем одно с другим. Мы непосредственно измеряем в цифровых показателях плотность той или иной структуры. То есть мы можем навести трекер и получить в количественных непосредственно в килопаскалях данные о том, насколько это образование плотное. И на сегодняшний день существует большое количество шкал, по которым мы ориентируемся. И есть некоторые отсечки, скажем так, выше которых мы понимаем, что скорее всего данное образование имеет либо риск малигнизации, либо столкнулись с злокачественным образованием. То есть если у пациента нет очагов, нет никаких образований, ничего на УЗИ не просматривается, эластография не нужна, потому что нечего смотреть. В ряде ситуаций, когда мы говорим про паранхематозные органы, например, про печень, существует эластография, которая на сегодняшний день применяется достаточно широко, и здесь она применяется не для очагов. То есть когда мы говорим про очаги, это скорее больше про поверхностные структуры. Здесь же эластография будет применяться уже вне зависимости от наличия и отсутствия очагов. Но это совершенно другая методика. Хочет это пациент или не хочет, доктор будет смотреть с эластографией, правильно? На сегодняшний день, да. Большая часть исследований, которые проводятся, по крайней мере, в нашем центре, это исследования с эластографией. У нас нет больше разделения на УЗИ без и УЗИ с. И здесь врач, уже непосредственно находясь в момент исследования, принимает решение применять эластографию и на какое количество очагов. Безусловно, когда очагов много, когда мы понимаем, что каждый очаг нам нужно измерить, и мы каждый очаг измеряем. Когда очагов нет, мы понимаем, что здесь эластография компрессионная или эластография сдвиговой волны нам не поможет и не даст никакой дополнительной информации. А вот что такое фьюжн биопсия? Тоже этот термин мне не знаком. Мне и так-то биопсию взяли кое-как, я понимаю. Тут еще и фьюжн биопсия. Только нервируйте своими вот этими модными штучками. Буквально на одной из последних конференций один из лекторов как раз-таки начинал свой доклад про фьюжн биопсию и начал с того, что фьюжн технологии, само слово фьюжн переводится как сплав. И на сегодняшний день фьюжн само по себе слово применяется не только в медицине. Есть фьюжн, который применяется в кулинарии, есть фьюжн, который применяется в архитектуре, в музыке. То есть это сочетание несочетаемого, если посмотреть на это немножечко с такого ракурса, скажем так. Здесь же, когда мы говорим в медицине и в диагностике, здесь речь идет о фьюжн биопсии как о необходимой манипуляции для достижения эффективного взятия материала. То есть, например, у нас есть очаг, который мы не визуализируем на УЗИ, то есть он визуально нам недоступен, возьмем, например, печень. Но при всем при этом он отчетливо визуализируется при компьютерной томографии с контрастированием. За счет контраста мы его гораздо лучше видим на КТ и при этом не визуализируем на УЗИ. И существует технология, когда мы, совмещая изображение КТ, загружаем это изображение в ультразвуковой сканер и в режиме реального времени врач интервенционной диагностики проводит поиск этого очага, совмещая изображение с КТ-картинкой и забирает материал непосредственно оттуда, где этот очаг светится по компьютерной томографии. Это все в режиме реального времени происходит? То есть пациент находится вот на этом КТ? Нет, он находится на УЗИ. На УЗИ? Да. Но с исследованием на КТ? Да. А как это можно совместить? Он же там двигается, он в разных положениях. Он также разве? Вот. И в этом-то как раз-таки и суть этой технологии. То есть технология сама по себе непростая. Здесь мне будет проще привести пример на предстательной железе, потому как на сегодняшний день эта технология очень интенсивно развивается, потому как для предстательной железы стандартный забор материала из нее является 12 вколов. То есть это огромное количество. Здесь нужно захватить всю предстательную железу фактически. И здесь задача всегда была забрать из каждого сегмента, то есть это отработанная методика годами, которая реализовалась и реализуется по сей день. 12-точечная биопсия. Фьюжн же в данной ситуации, ввиду того, что на сегодняшний день МРТ предстательной железы сильно теснило ультразвуковое исследование и активно применяется для диагностики рак предстательной железы. И здесь же мы можем визуализировать очень небольшого размера очаги и при этом корректно и однозначно описать их в заключении. Однако мы не можем взять под МР-контролем биопсию. Биопсия всегда берется под ультразвуковым контролем. Но ультразвук нам не покажет, где находится этот очаг. И здесь же существует сама по себе фьюжн-технология, она непростая с технической точки зрения. То есть там есть магнит, там есть ультразвуковой сканер и есть данные, которые загружаются в ультразвуковой аппарат. И благодаря тому, что мы загрузили данные МРТ в ультразвуковой аппарат, мы производим совмещение точек. То есть нам нужно добиться целиком и полностью. Это занимает большое количество времени. Тут тоже нужно понимать. Сложность ведь в чем? В том, что вы же двигаете не аппарат, а человека, правильно? Мы двигаем датчик. Человек у нас находится в статичном положении. Постоянно? Во время взятия биопсии, однозначно. То есть вы за счет датчика приближаетесь к тому исследованию МРТ или КТ, которые есть к этому изображению. С помощью датчика вы подгоняете, не с помощью человека. Нет, человек должен быть статичен. Потому как иначе это грозит большими осложнениями. Любое резкое движение во время манипуляции может привести к кровотечению в частности. Поэтому человек статичен. Об этом с ним проводятся длительные беседы. А сколько берется УЗИ по времени в такой ситуации? Фьюжн вот это. Сколько по времени занимает? Если мы говорим о всей процедуре, от и до, то она может занимать вплоть до часа. При достаточно, так скажем, враче интервенционной диагностики или враче-урологе, который работает с этим ежедневно в рутинной практике, это, естественно, приобретает гораздо, уменьшает время и количество взятий на эту процедуру. Человек статичен. Изображения совмещаются непосредственно в момент, когда датчик стоит неподвижно. И далее мы должны совместить два изображения и получить практически идентичную картинку. То есть у нас УЗИ изображения будет дублироваться МРТ-сканами, которые были сделаны ранее. И за счет этого мы будем видеть тот очаг, который был описан на магнитно-резонансной томографии. И сможем взять непосредственно из него. Несмотря на то, что на ультразвуковой картинке он либо не будет виден, либо будет не очень подозрительным. А сколько вы уже практикуете, занимаетесь УЗИ-исследованиями? УЗИ-исследованиями, если не считать ординатуру, я занимаюсь с 2018 года. Шесть лет? Да. За вашу практику встречались вам какие-то интересные случаи? Вы видели, что вообще доводилось находить, например, первичный очаг? К вам же приходят в основном люди, которые уже с диагнозом, правильно? А бывает такое, что не повторно, а второй вид рака. Бывает. Удавалось вам обнаруживать такие вещи? Я никогда не забуду свой первый день работы, потому как у меня был прием. Этот прием не был заполнен до конца. Это было небольшое количество людей. И пришла девушка, которая знала о своем диагнозе. То есть она приходила уже с пониманием того, то есть к нам, как к профильному центру, приехала для дообследования, для определения тактики дальнейшего лечения. И поэтому для нее не было сюрпризом, что мы найдем с ней очаг в молочной железе. Однако и для нее, и для меня было сюрпризом, что мы нашли с ней очаг во второй железе. И, соответственно, вот в первый день практики это никогда не забудется для меня, потому что это была, с одной стороны, моя какая-то победа внутренняя, потому что я еще не состоявшийся врач. Я только что вышел с ординатуры, я понимал, что у меня стресс, у меня отчасти паника, мне нужно было вставать самому на прием, принимать какие-то решения взвешенные. И здесь я понимал, что я в какой-то степени молодец, что я не пропустил. Но в то же время мне было очень горько, потому что я человеку, который шел ко мне в кабинет с определенным настроением, безусловно, это настроение было непозитивным, оно было омрачено тем фактом, что нужно будет проходить через определенный этап, непростой. Вы это настроение усугубили в итоге. Да, но за счет диалогов, за счет разговора всегда удается, ну давайте так, в 99% случаев всегда удается найти общий язык с человеком и донести эту информацию максимально осторожно и максимально аккуратно. Ну вот, наверное, самое тяжелое для пациента это узнать о случившемся прогрессировании. И, как правило, УЗИ исследование тоже может показать, особенно вот назначают УЗИ печени, УЗИ молочных желез, но там еще маммографию делают. Вот здесь тяжелый моральный удар какой-то принимается на себя. Это непросто, безусловно. И как мы часто обсуждаем с докторами, клиницистами, с нашими врачами, что определенный объем психологического комфорта и дискомфорта от пациента мы как звено первичное, и как люди, которые непосредственно находятся в контакте с пациентом, не как люди, которые описывают их исследования, которые мы видим на компьютере. У нас лежит человек, он прямо считывает наши эмоции, пока мы смотрим в экран. Он крайне внимателен, он крайне взволнован, и он видит любое, каждую мимику и любую мимическую мышцу, которая движется в том или ином направлении, он это все улавливает. Безусловно, сразу же начинаются встречные вопросы. Что там? Что вы увидели? Здесь нужно находить в себе силы и эмоции, и индивидуально к каждому подход, потому как каждый реагирует по-разному. Безусловно, как вы сказали, прогрессирование – это непросто. Часть пациентов готовит себя к этому, потому что могут прийти нехорошие результаты анализов, а кто-то непосредственно сам может нащупать и мысленно понять, что-то не то на лечении, что-то уменьшалось, а сейчас что-то подувеличилось. То есть это мысль у человека в голове, но он приходит к нам в надежде на то, что мы скажем, да нет, все в порядке. Поэтому тот факт, что человек что-то сам подразумевает и предполагает, он отчасти помогает нам донести эту информацию аккуратно и в диалоге прийти к какому-то, ну скажем так, психологическому спокойствию в моменте. Но бывают ситуации, когда это становится сюрпризом и для исследователя, и для пациента. Вот если вы видите, вот вы еще проводите УЗИ-исследование, как это, как правило, бывает, вот прошло, закончилось исследование, пациент встает и уходит, и иногда, что у вас там, сейчас вынесу, сейчас распишу, все вам отдам. Ни в коем случае, ни в коем, так, на мой взгляд, так нельзя делать. Как вы делаете? Это очень, это негуманно, это негуманно по отношению к человеку, потому что нужно понимать, что здесь приходят люди, которые находятся в состоянии хронического стресса. Они постоянно, они приезжают в наш центр. Есть редкие индивидуумы, которые приезжают в наш центр как вместо силы. Такие люди действительно приходят, и они делятся со мной этим, говорят, что они несут хорошую энергию в центр и забирают оттуда хорошую энергию. Забирают хорошую энергию от людей, от врачей, от докторов. Это правда. Да. Такие люди есть, но их немного. По большей части люди за несколько дней до приезда на контрольное исследование, они говорят, что все плохо. Неделю назад все было хорошо, я чувствовала себя отлично, осталось 3 дня до обследования, я чувствую себя плохо. Здесь, безусловно, играет большую роль психологическая составляющая человека. И когда они приезжают, мы пытаемся найти с ними этот диалог. Нельзя пациента, особенно нашего профиля, нельзя держать в неведении. Нельзя говорить, что я что-то вижу, скажу вам потом, вы посидите за дверью. Нельзя продолжать сохранять и держать его в состоянии эмоционального дискомфорта. Это не несет никому пользы, и в частности, это не несет пользы пациенту. С пациентом меня многие ругают, наши некоторые врачи ультразвуковой диагностики, которые говорят о том, что не во всех случаях врачу удается поговорить с пациентом. У нас, безусловно, может быть большой поток, у нас может быть огромное количество людей. Не всегда хватает на все времени, но я стараюсь активно бороться и доносить мысль о том, что каждый человек индивидуален. И каждый человек должен услышать от врача, раз уж мы выбрали такую специальность, раз уж мы осознанно пошли на это. Потому как мы могли выбрать другой вариант, мы могли выбрать отсутствие контакта полного с пациентом. Но мы с ним находимся в контакте, мы с ним находимся, более того, в практически первом контакте, на контрольных обследованиях, на первичных обследованиях. И мы не можем все исследование провести молча, сказать пациенту, переодевайтесь, присаживайтесь, я вам все напишу, вы все прочитаете. Это будет негуманно с нашей стороны, это некорректно. У вас все так врачи УЗИ делают? Я больше чем уверен, что все мои коллеги именно так и делают, потому как я рос в этом институте, и меня учили люди, которые там же продолжают работать. И, конечно же, я забирал от них частичку того опыта и того поведения с пациентами, как делают это они. Но здесь я непосредственно говорю о том, как делаю, я и стараюсь делать в своей практике. У вас в основном все-таки уже с диагнозом люди, вы не обнаруживаете первичную опыту, к вам приходят уже люди, либо с предположением, либо уже с диагнозом, правильно? По большей части, да, но приходят и пациенты, к которым мы можем найти что-то впервые. То есть это пациенты, которые, допустим, не обследованы. То есть у нас существует определенная группа пациентов, пациенты, которые что-то прочитали в интернете и захотели прийти. Поставили себе диагноз и пошли его подтверждать. Наверняка, да. Так часто бывает. Такие есть. И более того, я вам хочу сказать, что это большая проблема и большая сложность не только для диагностов, но и для клиницистов. Потому что, с одной стороны, люди уже давным-давно занимаются самолечением, и это ни для кого не секрет, для всех врачей. Это ужасно, кстати. Это плохо. Но на сегодняшний день люди начали заниматься и самодиагностикой, потому как они сами выбирают для себя тот алгоритм, по которому они пойдут. То есть они слышат, что КТ – это хорошо, КТ – это сильно, КТ – это эффективно, или МРТ. И они, не задумываясь о том, что нужно, они идут и делают. Но это безобидная шанс по сравнению с самолечением все-таки. В какой-то степени я с вами согласен. Но, опять же, из своего опыта могу сказать, что у нас была ситуация, в которой из-за того, что был нарушен алгоритм обследования, мы очень долго метались и пытались понять, нам нужно оперировать человека или нам нужно наблюдать за человеком. Потому как человек сперва пошел на одну манипуляцию, на которую он должен был пойти позже, по алгоритму диагностическому. Он пошел раньше, по собственному желанию, потому что это действительно было сделано не с плохими намерениями. Он хотел для себя лучше, он думал, что сделав вот эту манипуляцию… Какую манипуляцию? МРТ, МРТ, да. Но тем самым он нам чуть-чуть… А потом он куда пошел? Потом он дошел до врача-клинициста, до уролога. Потом ему был назначен алгоритм до обследования. Данные МРТ нас чуть-чуть сбивали с правильного пути. То есть те данные, которые мы получали, мы получали, казалось бы, однозначные. И мы понимали, что да, мы уверены, что там что-то нехорошее. Но дальше мы брали данные МРТ, которых, по идее, на том алгоритме, который у него был выбран, их не должно быть еще на том этапе, когда мы принимаем решение. Но мы не могли их не учитывать. Они у нас были. Вот они лежат, МРТ. Конечно же, мы посмотрим. И эти данные чуть-чуть сбивали нас с правильного пути, потому как они говорили о том, что нет, здесь можно посмотреть, здесь можно подождать. В конечном счете мы приняли правильное решение, но это заняло у нас больше времени и отняло у нас больше сил. Что вы с ним сделали? Запретили диагностироваться? Нет, мы его прооперировали. Прооперировали. И было зло? Да. Но с другой стороны, наверное, его настороженность, она хоть и вас избила, но его онко-настороженность, наверное, спасла ему жизнь. Безусловно. Но я всегда пытаюсь донести до пациентов, чтобы они не занимались чтением, скажем так, неправильного интернета. Нет, это постановки диагноза по интернету. И это в том числе, что у нас есть специалисты. Они к нам приходят в центр, они доверяют этим специалистам, они доверяют нашим врачам, нашим онкологам. И лучше будет, если они дойдут, расскажут, что их беспокоит. И только после этого у них будет появляться понимание, как они движутся дальше. Само собой разумеющееся. Но человек такой, если у него что-то, какие-то отклонения, до врача это вот 2-3 дня, 4, иногда через неделю приходите. А здесь вот сиюминутно, сиюсекундно прочитал, все себе, значит, сопоставил, сказал, да, у меня это. И есть еще третья группа пациентов, которые считают, что через 3 дня все пройдет, и они никуда не обращаются, и тем самым доставляют нам тоже большие сложности. Уже в запущенных, продвинутых стадиях приходят, когда вам ничего не остается сделать, как развести руками, найти вот химиотерапию палеотивную, да? Ну, тут еще нужно понимать, что определенная группа пациентов идет на это осознанно. То есть никто потом не бьет себя в грудь и не говорит, а что же так? То есть они сами понимают и осознают свою ошибку, но, к сожалению, время не вернуть вспять. Они понимают, что, наверное, сейчас они бы поступили по-другому. Но в моменте, когда ты находишься в своей рутине ежедневной, у тебя работа, у тебя нет времени на собственное здоровье. И об этом забывается, и ты, естественно, через несколько дней действительно можешь что-то пройти, что-то клиническое, что беспокоит. Но это не значит, что все хорошо. А может ли УЗИ показать ложный результат? Однозначно может. А что может повлиять на этот результат? Как это так? Мы начинали с вами разговор с того, что некоторые изменения, которые мы видим, доставляют нам большое количество сложностей. То есть не каждое образование, не каждая опухоль на сегодняшний день, она хорошо описана, она имеет все характеристики. Опухоли изменчивы, мы движемся вперед, эффективность лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики в частности, она растет. Мы открываем что-то новое, мы добавляем каждый божий день какие-то новые критерии. Но в некоторых ситуациях мы сталкиваемся с тем, что мы вроде как видим те критерии, которые на сегодняшний день общеприняты, считаются критериями злокачественного образования. Конечно, мы отправляем пациента либо до обследования, либо биопсию, но в общем мы выбираем дальнейший путь алгоритм действий, и в результате мы получаем доброкачественные изменения. Такое бывает. И это большая радость для пациента, это большая радость для врачей, и это повод задуматься, потому как здесь как раз-таки мы возвращаемся к вопросу об участности и безучастности, в частности врачей УЗИ. То есть когда врач УЗИ безучастен к пациенту, он относится, вот как вы изначально говорили, там за дверью будет заключение, тогда мы и не будем развиваться, и будем получать большое количество ложных результатов. Здесь же, когда мы работаем в команде, когда мы находимся в плотном взаимодействии, когда мы отслеживаем каждое изменение, и стараемся делать для себя какие-то выводы, и делимся этим с коллегами, в этом мы приходим к какой-то истине. Ну, в любом случае, если пациент пришел на УЗИ, и ему сказали, ой, у вас метастаз в печени, не надо сразу впадать в панику, а пройти до обследования, правильно? То есть УЗИ это, конечно, это знак вопроса, на который должен найтись ответ. То есть вот что-то есть, предположительно это зло, но все равно это еще не диагноз и не стопроцентное утверждение. Вот вы сейчас прям максимально корректно подошли к пациенту, которому нужно донести информацию о том, что мы что-то нашли, и что нам нужно дообследовать ту или иную зону. Почему? Потому что некоторые очаги нам могут быть сложны к доступу, мы можем иметь низкую эффективность для диагностики, и мы этого не стесняемся, мы не должны стесняться того, что мы чего-то не увидели, мы должны думать о здоровье пациента, и мы всегда должны подходить именно с этой точки зрения. Если мы понимаем, что мы столкнулись со сложностью, нам не должно мешать написать в заключении, что нам требуется дообследование, чтобы и клиницист, к которому придет пациент, и сам пациент понимали, что в данной ситуации у нас, возможно, есть гипотетическая проблема, но для того, чтобы однозначно определиться, нам нужно расширить алгоритм и те манипуляции, для того, чтобы прийти к однозначному мнению. Ну, мне нравится ваша позиция. То есть пациента-ориентированность, ну, наверное, это то, что греет душ каждому пациенту, который приходит к вам, смотрит вам в глаза, и знает, что он не безразличен, да, то есть есть участие, и он не проваливается куда-то, а вот есть и уверенность в том, что его не бросят, да, и вы, вот к вам пришел пациент, вы увидели что-то, он пошел на обследование, что-то подтвердилось, он начал лечение. Вы помните этого пациента? Он к вам возвращается как-то, ну, на контроль, наверное. Помните пациента? Конечно. И вы по... Где больше помните? Внешне или когда смотрите на картинку в экране? Нет, внешне мы на приеме очень часто с пациентами и общаемся, и беседуем, и беседуем на различные темы, то есть мы находимся в максимальном взаимодействии, и поэтому, конечно же, я огромное количество пациентов запоминаю по каким-то историям, которые происходили непосредственно между мной и ним в моменте исследования, о том разговоре, который шел, о том, как мы поделились друг с другом, кто за что переживает. То есть мы находимся в таком достаточно теплом и близком контакте. Не со всеми, безусловно, этот контакт складывается, конечно же, но мы стараемся создавать такую атмосферу, чтобы пациент ощущал себя комфортно, чтобы он был расслаблен и в момент манипуляции ультразвукового исследования проведения, и в целом находясь в стенах. И несмотря на те новости, которые он может получить, даже если они не со знаком плюс, то есть это помогает, наверное, все-таки. А по-другому быть не может. Если мы будем с пациентом грубы, резки, будем не идти на контакт, пациент будет ощущать себя некомфортно, он будет ощущать себя брошенным, он будет ощущать себя чужим, он не придет. И тем самым мы достигнем и добьемся чего? Что пациент просто закроется психологически и будет находиться в своем вот этом комфортном психологическом вакууме и коконе. У меня такое было. Я от одного врача бежала со слезами на глазах, и больше я не вернулась никогда. То есть, к сожалению, такие вещи встречаются, но все реже и реже. И может быть это потому, что врачи становятся на виду, и пациенты между собой общаются. То есть здесь как бы такая, ну, со всех сторон среда, она способствует тому, чтобы врач и пациент находили общий язык. И пациенты начинают понимать уже многие, что врачи тоже люди, что нельзя перегибать палку, что нельзя стучать кулаком по столу, копытом в пол. То есть, вот, наверное, мы прям в будущем скоро совсем уже придем к какому-то идеальному миру взаимодействия. А может и не придем. Тут... Ну, мы будем надеяться, что мы все-таки добьемся этого прекрасного взаимодействия, что у нас будет небольшое количество пациентов, которые, ну, скажем так... Гипертревожные. Да. Ну, гипертревожность можно понять, но когда пациент не идет навстречу, когда он прямолинеен и, так скажем, узкофокусен в своем взглядах, в своих взглядах, и когда его сложно, он не протягивает тебе руку в ответ, на руку помощи, с ними сложно взаимодействовать. И хочешь или ты не хочешь, ты пытаешься, но ты сталкиваешься со стеной. Со стеной, с агрессией, конечно, и агрессия бывает, все бывает. И в какой-то степени, наверное, данных пациентов можно понять, потому что... Но помочь им нельзя. Помочь нельзя. Вот в чем проблема. То есть он это в ущерб, он думает, нападая там, или вот эту вот стену выстраивая, он думает, что он кому лучше делает, кому он хуже делает, он хуже делает только себе. Это просто эмоция, да, которую он не может выразить никак иначе, кроме как вот в этой агрессии. А вот чтобы стать хорошим специалистом, УЗИ-специалистом, у нас есть такое, у пациентов, сейчас открою вам тайну, у нас есть, посоветуйте хорошего, акцент на хорошем специалиста, УЗИ-специалиста, чтобы стать хорошим УЗИ-специалистом, что нужно? Ну, если мы сейчас не будем говорить о качественных знаниях, прежде всего, которые должны быть у любого специалиста, почему же не будем? Будем, все же учатся по-разному. Ну, хорошо, давайте начнем с этого тогда. Безусловно, это прежде всего качественные знания, безусловно, это ежедневное стремление к совершенствованию, потому что мир не стоит на месте. Как мы сегодня отметили, у нас появилась эластография, у нас появилась фьюжн-биопсия. Если мы не будем двигаться вместе с технологиями, если мы не будем интересоваться, развиваться, становиться лучше, искать что-то новое, может быть, то, находясь в статике, в этой статике, мы будем деградировать. И, соответственно, используя какие-то более старые методы обследования, не пользуясь новыми методами обследования, мы не будем расти вместе с коллегами, и, соответственно, коллеги будут уходить вперед, а мы будем оставаться позади. Поэтому для того, чтобы становиться, на мой взгляд, чтобы быть хорошим и становиться хорошим специалистом, нужно прежде всего, чтобы было желание становиться хорошим специалистом, а дальше уже непосредственно желание помогать человеку. Потому как, если этого желания нет, если у нас нет взаимодействия, если оно не складывается, или если нет желания взаимодействовать с человеком, то, может быть, это будет человек с хорошими знаниями, может быть, это будет человек прогрессивный, но без контакта с человеком, который каждый день будет приходить на прием без вот этого волшебного слова эмпатия, не будет складываться, не получится специалист, исключительно с точки зрения эффективного выполненного УЗИ исследования, получится. Но если посмотреть на него в комплексе, в комплексе взаимодействия и в комплексе выполненного исследования, и как человек доносит до пациента информацию, здесь это, на мой взгляд, обязательный фактор. Без этого нельзя. И это важно, донести до пациента информацию, потому что все-таки, когда пациент осознанно подходит ко всему, что происходит в процессе диагностики, лечения, то и ответственность у него выше, потому что ответственность врача, она понятна, но никто не говорит про ответственность пациента, а она очень важна в этом, во всем процессе. Безусловно. Мне кажется, даже отчасти она превышает ответственность врача, потому как очень в нашем приеме, и в своем приеме я сталкиваюсь с очень сильными духом людьми, потому как это люди, которые столкнулись с проблемой, и люди, которые каждый день преодолевают себя, преодолевают свои страхи, преодолевают свое волнение, и борются с этим. Это требует огромных усилий, и это вызывает огромное количество эмоций. То есть это некий заряд энергии от человека, который не опустил руки, это человек, который продолжает жить, это человек, который находит в себе силы, и это в какой-то степени даже заражает и заряжает. И именно поэтому вот это вот общение с этими людьми. Где-то я могу взять от человека эту положительную эмоцию, где-то я отдаю эту положительную эмоцию. И вот находясь в этом балансе, мы проводим прекрасные униси-исследования, и, соответственно, у нас складываются хорошие взаимоотношения, и со многими мы очень рады встрече. Несмотря на то, что это очень волнительно, но мы очень рады встрече каждый раз. Роман Андреевич, а сколько у вас за день проходит пациентов на УЗИ-обследование? Сколько приходится общаться, смотреть, исследовать? По-разному. Если мы говорим о полном рабочем дне, который зачастую у нас с 8 утра до 5 вечера, то за этот промежуток к нам проходит более 20 человек. То есть более 20 исследований. Давайте так, так будет правильнее. То есть потому как у одного человека может быть несколько зон исследований, поэтому количество людей будет меньше. А так это порядка 20 исследований. Зачастую это большая цифра, потому как это, я вам говорю, пациентов, которые приходят к нам на амбулаторные приемы. Но не стоит забывать о том, что у нас есть пациенты в стационаре, которые также проходят через наши руки. Клиницисты звонят нам, просят убедиться в том, что все в порядке, для того, чтобы вести, контролировать или выписать человека с отделением. Вот сейчас вы больше, наверное, времени тратите все-таки на описание. Мне кажется, мы сидим в коридоре, дольше ждем, когда нас там посмотрят, потом идем, ждем свое описание. Вот времени больше уходит на описание или на исследование? По-разному. Когда мы говорим о пациенте, у которого стабильно все хорошо, то есть таких пациентов немало, которые наблюдаются из года в год или из полугодия в полугодие, мы смотрим, видим, что ничего не изменилось, картина стабильна, то здесь скорее у нас исследование займет больше времени для того, чтобы убедиться в том, что ничего не изменилось. А описание у нас фактически уже сформировано за исключением каких-то мелких деталей, которые мы подправим, добавим, измерения какие-то проведем и, соответственно, человека отпустим. Здесь еще пока человек одевается, пока человек собирается, мы в это время уже садимся писать, и, соответственно, это как-то компенсирует время. Бывают ситуации, когда человек первичный, когда он только пришел, и когда мы знаем, что по предыдущему описанию или визуально мы понимаем, что мы сейчас столкнемся с проблемой. Проблема значимая, проблема, которая требует детализации, и это очень важно для многих врачей-онкологов, описать отношение не непосредственно очаг, есть он или нет его, а описать отношение к прилежащим структурам, описать, насколько они деформируют те или иные сосуды, нервы, органы. Это все требует качественной детализации. И, конечно же, это и само исследование отнимает много времени, потому как мы должны убедиться в том, что то или иное образование сдавливает ту или иную структуру. И в то же время мы тратим огромное количество времени, когда описываем этих пациентов. Поэтому иногда в своей практике, когда я понимаю, что это займет у меня очень много времени, мне приходится откладывать данное исследование, сказать об этом пациенту, что с завтрашнего дня он сможет собрать это заключение, потому как иначе я трачу огромное количество времени, то есть у меня может идти вплоть до часа для того, чтобы корректно описать каждую деталь, которая, безусловно, будет важна в дальнейшем. Вот сейчас популярная очень тема стала с искусственным интеллектом. В вашей практике он применяется или еще пока... На сегодняшний день нет. Ну, вообще перспективы есть. Как вы считаете, это вот сделает вашу работу более, ну, если это можно так назвать, комфортной, хотя вряд ли, потому что, ну, все-таки это онкологические заболевания. Но разгрузят вас от рутин? Или это все-таки какие-то такие пока недостижимые вещи? На мой взгляд, на сегодняшний день, именно с точки зрения ультразвуковой диагностики, здесь, может быть, будет какой-то помощник, который будет формировать, помогать формировать нам заключение именно. Потому как не стоит забывать, что все еще, и это как большой плюс, так и отчасти минус, УЗИ является операторозависимым методом. То есть, если КТ и МРТ это стандартизованные методики, у нас есть четкие протоколы, и мы делаем их по протоколам, по тем или иным, то здесь у нас есть врач, и у нас есть врач со своими знаниями, со своим опытом, и отчасти протоколы стандартизованы, но, тем не менее, все-таки у нас есть оператор, у нас есть рука, у нас есть датчик, и каждый делает со своими нюансами, со своими какими-то дополнениями. Поэтому здесь будет достаточно сложно внедрить искусственный интеллект, потому как процесс на сегодняшний день не однозначно стандартизован, как мне кажется. Безусловно, в перспективе, наверное, и с этим мы столкнемся. И мы столкнемся. Как интересно. А где вы принимаете? Я веду прием в центре онкологии Мьи Петрова, в поселке Песочное. Потому что мне сегодня сказали, я узнал сегодня про то, что у вас еще два медцентра есть. Да, есть один центр в центре города на Красного Текстильщика, и есть еще один филиал на Моравском. Это юг города. Безусловно, все наши специалисты ведут приемы во многих филиалах, потому как не для всех удобно каждый раз доезжать до поселка Песочное. Это все-таки в некотором роде пригород. Но в моем случае это да, это только поселок Песочное. А как к вам попасть на прием? Все достаточно просто, через колл-центр. То есть, это звонок в колл-центр, это запись, то есть, во время записи, если человек понимает, что он, допустим, был у меня, и он хочет вернуться ко мне, он спрашивает в колл-центре. А если первый раз, и он не был ни у кого из ваших специалистов, вот сейчас посмотрит и скажет, вот мы хотим попасть к Роману Андреевичу, чтобы он посмотрел. Да, такие тоже бывают, соответственно, это такое же. Это спокойно можно, тоже вас запишут, ну, не вас, к вам запишут. Запишут, да. К вам запишут. Также у нас есть практика, когда человек приходит от онколога, то есть, это мы говорим уже про вот тот алгоритм, правильный, назовем его так, когда он попадает сначала к врачу, и тот уже назначает какие-то манипуляции и действия. И, соответственно, человек начинает уже, пациент начинает уже крутиться в определенных диагностических манипуляциях. Но также есть люди, которые вот буквально на прошлой неделе приходила пациентка со своим сыном. Сын сказал, что он видел одну из конференций, сказал, что вот там понравилось или показалось, что понравилось. И таким образом они на конференции было написано, где работают, и они позвонили и просто записались. Ну, это вот буквально недавний случай, был единственным за все это время. Роман Андреевич, спасибо вам огромное за подробный рассказ. Я вообще вот так глубоко в УЗИ исследований никогда не погружалась, как сегодня. И было очень интересно. А самое главное, мы затронули тему взаимоотношений врач-пациент, которая сейчас является одной из важных тем и у врачей, и у пациентов в том числе. Спасибо вам огромное за уделенное время. Спасибо. Я надеюсь, что это будет полезно. Конечно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...